Теперь к новостям более позитивным. Праздник Большого кино вернулся в Чебоксары. Сегодня в столице Чувашии состоялась торжественная церемония открытия Чебоксарского международного кинофестиваля. В эти минуты на больших экранах показывают первый фильм из конкурсной программы. Картину «Она» представила режиссер Лариса Садилова. Об особенностях нынешнего фестиваля журналистам рассказали его организаторы и члены жюри. О звездах и их юбилеях, а также гостях из рубежа, которые неплохо разбираются в российском кинематографе, сюжет моего коллеги Дмитрия Ковалева. По традиции за несколько часов до торжественной церемонии открытия Чебоксарского международного кинофестиваля его организаторы собирают журналистов на пресс-конференциях. Прошлые годы их проводили после каждого кинопоказа, но в этот раз от такого формата решили отказаться. Зал национальной библиотеки на этой встрече с пишущей братьей заполнился до отказа не только из-за того, что проводить их будут так редко. Здесь журналисты получают аккредитацию на все мероприятия, которые проводятся в рамках кинофестиваля. Всем нам вручают вот такие бэджи. Но главное другое. Именно здесь есть возможность пообщаться с членами жюри. Обычно сюда они приходят в полном составе. Правда, в этот раз встретиться с пишущей братьей смогли не все члены жюри. За весу главной интриги организаторы приоткрыли еще до приезда гостей. К разочарованию многих пресс-конференция прошла без участия Глеба Панфилова и Инны Чуриковой. Но журналистов поспешили успокоить. Супруги отдыхают в гостинице после дороги. Вообще в дирекции фестиваля не скрывают. Пригласить таких звезд в провинцию, тем более накануне кинотавра, довольно непросто. Но сделать это удалось. Именно в Чебоксарах Глеб Панфилов планирует отметить свой юбилей. 21 мая ему исполняется 80 лет. Но в это верится с трудом. Это не просто факт биографии фестиваля, а это факт истории кино. Я хотел бы, чтобы вы это обязательно зафиксировали. Вообще Чебоксарский международный кинофестиваль в этом году полностью оправдывает свой статус. В жюри конкурса игровых фильмов вошли представители Кореи, Чили и Узбекистана. Сангву Хонг уже давно знаком с российским кинематографом. Он не раз оценивал картины на подобных провинциальных форумах. Причем на родине кореец является членом Совета Ассоциации Русского Языка и изучает нашу культуру. Говорит, что здесь снимается много достойных фильмов. Особенно в последнее время, например, Шапито Шоу, который получил приз на Московском кинофестивале, даже в Корее показывали. Не отстают от индустрии прокатного кино и провинциальной студии. В этом году на конкурсе национальных фильмов представлено более 10 работ. Поборются за призы картины чувашских режиссеров. Организаторы отмечают, что в последние годы фильмы о малых народах начали снимать чаще. Причем заметно повышается и их качество. Но критикам важно, какой смысл они доносят до зрительской аудитории. Ну вот эта вот жажда национальной идентичности, появление этнического кино, у нас вот оно просто, ну начиная вот с картины овсянки, оно начинает потихоньку возрождаться. В этом году в рамках международного форума на чебоксарских экранах будет показано много редких картин. Шедевры масс-фильма, ленты, которые уже побеждали на престижных фестивалях. Организаторы уверяют, что в этот раз чебоксары все-таки приедет Карен Шахназаров, а вместе с ним и Александра Панкратов-Черной. Наряду с чебоксарами праздник большого кино состоится в Батырево и селе Красное Читая. Сюда по традиции приедет заслуженный артист Сергей Фетисов. Медрик Ковалев и Антон Вовк. Республика.